Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя серия видео уроков для начинающих садоводов и огородников. Сегодня 4 марта и многие из нас уже посадили перцы и баклажаны. У многих они уже большие, у кого-то маленькие. Вот у меня для теплицы уже большие баклажаны и перцы. Для открытого грунта еще в таком состоянии только начинают вылазить. Но все, очень много вопросов приходит, всех интересует, когда же мы начнем садить, когда придет пора садить томаты. Именно томаты и для открытого грунта, и для пленочных укрытий. Сегодня специально об этом очень-очень подробно поговорим. Потому что торговля предлагает нам огромное количество сортов. И зайдя в магазин, вы действительно можете растеряться в этом изобилии. Очень-очень много. Мы набираем красивые пачки, все. Когда их сеять все вместе или по очереди, не все понимают. Первый фактор, который влияет на срок посева семян, это сорт томата. Томаты разных сортов вызревают в разные сроки и сеять их нужно немножко по-разному. Чтобы обеспечить себя хорошим, стабильным урожаем, нужно вникнуть во все эти тонкости, в различия между сортами. Я сейчас все расскажу. И главное, что нужно выращивать на своем участке разные сорта. Такой подход позволит нам снимать урожай в течение всего длительного сезона. Ранние томаты обеспечат нас первыми витаминами. Потом средняя волна, там зимние заготовки можно делать, поздние можно на хранение. Бытует мнение, что первыми ранними нужно садить ранние помидоры. А поздние спелые попозже. Все нужно делать совсем наоборот, потому что поздние сорта обычно это высокорослые, крупноплодные. Они очень долго формируют куст. И у них у всех длительный вегетационный период. Видите, вот 105 дней. 115 дней. Розовое сердце даже 135 дней. Ясно, что вот 135 дней это 4 месяца. Значит, от того, как взойдет первый всход до первой помидорки, нам нужно ждать целых 4 месяца. И если мы посадим его поздно, оно будет поздно-поздно в конце сентября. И вот считайте, что вы получите в июле, в конце июля. Отсчитывайте и считайте, когда вам нужно посадить это розовое сердце. И это не зависит от региона. Если вы посадите, например, его 10 марта, апрель, май, июнь, июль, 4 месяца отсчитывайте, это июль. И еще прикидывайте 10 дней на всхожесть. Будет в середине июля. Если вы посадите в конце марта, будет, значит, в начале сентября. Все очень просто. Это вот первая группа, которая поздно-спелые, высокорослые, крупноплодные. Их обычно садим в первую очередь. Потом дальше идет группа ранних, у которых меньше уже срок. Вот, смотрите. 95-100 дней. 85-95. Сибирский скороспелый. 95. Идет уже большая разница. Значит, эти не обязательно садить нам, например, 10-15 марта. Эти помидоры мы можем вполне посадить в конце марта. И есть группа томатов, которые с очень-очень коротким вегетационным периодом. Это всякие ультраскороспелые, скороспелки. Вот. 70-75 дней. Ясно, что мы в начале марта его не можем садить, потому что он вырастет и уже начнет давать помидоры прямо на окне. Вот такие, у которых укороченный вегетационный период, их нужно садить во второй половине апреля. Если у вас есть скороспелочки, их раньше апреля даже не думайте. Начинайте выращивать. Сначала сеять крупноплодные в марте, потом вот средние. И уже в самом конце мы сеем ранние всякие скороспелки. И просто еще хочу сказать, что если вы берете информацию с интернета, и там не указано, какой регион, обычно это указывается средняя полоса России и московский. Вот я сегодня читала, написано, что ранние среднеспелые сорта садим с 10 по 22 марта, а высокорослые вот эти вот с 20 февраля по 10 марта. Имейте в виду, что если вы живете в Сибири, надо на неделю позже все это делать. Если живете в южных регионах, от этих цифр на неделю раньше. Корректируйте вот эти данные с учетом своего климата. Я начинаю сеять, например, вот такие крупные помидоры в сибирском регионе после 8 марта. Отгуляли люди праздник, отдохнули. Все там с какого-то, ну не помню я с какого числа в прошлом году. Я посадила высокорослые, через 10 дней посадила уже вот средние. И в конце марта я сею все скороспелки. Они успевают. Тут главное найти вот такую золотую середину. Поздно посеем, поздно плоды. Равно посеем, рассада перерастает. И самый ценный опыт приобретете вы только путем проб и ошибок. Один год посеяли 10 марта, не смогли высадить вовремя, рассада переросла. Значит, на будущий год все эти позже на неделю. Два-три года у вас, если как попробуете, так, так, раньше, позже. И вы найдете именно тот день, который подходит для вас, для вашего региона, для ваших сортов. И вы найдете за это время из всех-всех-всех этих огромного количества сортов, свои любимые, которые у вас останутся. У вас будет несколько сортов крупных, несколько сортов средних и несколько сортов скороспелок, которые вы уже попробуете на себе, научитесь выращивать. И все у вас пойдет как по маслу, будет полный стол у вас, вашего урожая. Я надеюсь, мои советы вам помогут немного разобраться со сроками посева, какие сеять сначала, какие потом, какие вообще в самом конце. И этот год у вас будет удачным. Желаю вам хороших урожаев, удачных всходов. Все, до свидания.